Курская битва вошла в историю как самое массовое танковое сражение с обеих сторон. В нем приняло участие более 13 тысяч танков и самоходных орудий. Зинаида Ивановна Игрунина во время Курской битвы была фельдшером сортировочного отделения. Мецанбат, в котором она проходила службу, был причислен ко второй танковой армии. В лесу мы жили, палатка у нас была большая. Зинаида Ивановна рассказывает, что во время Курской битвы работы хватало. В Мецанбат привозили обгоревших, контуженных, раненых танкистов. Многих из них приходилось оперировать прямо на земле. Когда привозили раненых, полостные операции наши здесь в таких условиях не делали полостные операции. А другие, и шины, и все, все это все делали, и мобилизацию делали, нижних, верхних конечностей. Там что-то тяжело раненых направляли в госпиталь. Зинаида Ивановна вспоминает, что на поле сражения отправлялись мужчины-фельдшеры. Они забирались на броню танка и ехали в бой, чтобы при необходимости оказать раненым первую медицинскую помощь. Направляли их на танки, чтобы наверху ездили. И они погибали. И здесь сказали, чтобы не направлять медработников так. В августе 43-го советские войска освободили территорию от фашистских захватчиков. И Зинаида Ивановна вернулась домой в Саратовскую область. В 1947 году женщина вышла замуж, и они вместе с супругом переехали в наш город. За плечами ветерана большой жизненный опыт и множество наград. Орден Отечественной войны второй степени, медаль за отвагу и за боевые заслуги. Сегодня Зинаида Ивановна готовится отметить 95-летний юбилей. Праздновать его она будет в кругу своей большой семьи.